Нарушают правила дорожного движения, а у департамента патрульного движения. Пройдемте, пожалуйста, нарушают, сейчас поговорим, все решим. Присадьте, пожалуйста, в машину, а то мне придется применить к вам спецсредство. Может, договоримся? Пока нет, попозже, присаживайтесь. Может, договоримся. Здравия желаю, всего хорошего, до свидания, пойдемте, пацаны. Все, я их забрал, чтобы они вас не трогали. А, нет, тут сопровождают две, видишь? Что тут сопровождать? Они, штрогат, деда на Москве, на Москве, на Москве, на Москве. Она пойдет. Подъезжай. Их опирик. А подойти, здрасте, сказать. Все, пошли. Ну, вот и елки вполне. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Волошин Олег Юрьевич. А можно убедиться, что вы Олег Юрьевич? А за что Москвича? А что его так? Где-то было не в порядке с машиной. Да, вы его на бутылке. Все в порядке. Волошин Олег Юрьевич, инсбердород 2 батальона. УПП Портлавской области. 2.0.12694. Очень приятно. Добрый день. А вас как величать? Ведошенко Андрей Юрьевич. Ведошенко Андрей Юрьевич, полицейский рот. Т2 батальона ППП Космурно-Смирон. 17.649. А что у вас тут происходит? Что люди нарушают? Управляем воде, я встанял. А можно, пойдемте? Да, беру, конечно. Да, мы же можем, если вам так необходимо. Поможем. Это на Volkswagen, да? Скажите вопрос. Вы рапорт написали? Вы знаете, что вот это уже запрещено? Вы это знаете? Эксплуатация транспортного средства. Там вообще нельзя было выезжать с гаража. Как тоже выпустил? Ну, ну, ну же, сейчас... Нет, это надо в мониторе. Ой, добрый день. А можно ваше службовое посвящение? Да, у нас. Вы когда принимали автомобиль, вы видели, что трещина лобового стекла? Конечно. А почему вы сознательно нарушили правила дорожного движения? Вера Зомский, правильно? Вера Зомский Олег Сергеевич. Вторая рота тоже, да? Да. Вы знаете, что вы целесообразно... Целенаправленно. Целенаправленно, целесообразно или целесообразно? И то, и другое. Так что, вы возобновляете? Целенаправленно, это когда мне что-то выгодно. А вам выгодно... Это когда я целенаправленно делаю какое-то движение. И то, и другое, я сказал. Ну, первая не подходит. Почему? Ну, потому что... Потому что вы не захотели просто идти в пеший. В какой пеший? В пеший патруль у вас же есть. Какой пеший? Ты понял, кто ехал? Наваленный, вот этот. Что на кране. А, так нормально. У вас же что, пешего патруля нету в Полтаве? А где Полтава, а где дорога? Я же говорю... Я по дороге в пеший патруль пойду. Вы не поняли меня, наверное. Когда вы приходите на службу, заступаете? Правильно? Вам дают разнарядку, куда вы едете. Правильно. Вы видите, что у вас автомобиль в техническом неисправленном состоянии. Правильно? Запрещается эксплуатация его? Да даже выезд на нем запрещено. Где такое? Димон, а ну, расскажи, пожалуйста. Получается, знаете что? Если бы это был обычный водитель, обычный водитель. Чего обычный водитель? Обычный водитель, который управляет транспортным средством. Любой автомобиль, неважно, что это будет. Только те транспортные средства, которые совершают перевозку пассажиров. Им запрещается эксплуатация. А то бишь, служебный автомобиль может? Не, вы скажите, можно или нельзя? Правила дорожного движения открывать. Больше всего, знаешь, что интересно? Кто заберет подъемный кран? Ну, если ему... А, не привезут, да? Чтобы эту машину не оставить. Так вы мне скажите, что мы будем делать с лобовым стеклом? Ну, что сейчас на Mitsubishi Motors позвоним? Чтобы им привезли. Не, просто у них логика такая. Когда у них там неисправность... А у них даже на вот эту нет документов. Нет. А можно посмотреть? Нет. А я говорю, нет. Сервисные центры уже выдают. Еще раз объясняю. Сделанный запрос в этом месяце о том, что... Какого числа? Что, что? Какого числа запрошу? Десятого. А у вас от какого числа? А мы запрос не подаем. Нет, вам выдали разрешение. Секунду, Вадик. Если вам, а нам... Дело в том, что, понимаете, просто еще процедуру уж не прописали, насколько я знаю. Да прописано все. Ну, может быть, я что-то не знаю. Я, значит, тогда запросы подал. Обращусь в Google. Ну, так, в пункте проодорожен движение, что написано? Где? В пункте 2.1. 2.1. 2.1. Да. Ну, вы проверяющий орган? Предоставьте... Есть такой закон про цивильный демократичный... Предоставьте, пожалуйста, мне акт на проверку патруля. Нормативный акт подойдет вам? Нормативно-правовой акт? Мне акт на проверку патруля, и тогда я буду с вами общаться по поводу... Нормативно-правовой акт. ...моих недостатков каких-то в документах. Как это же не ваши недостатки. Это недостатки имеются в виду службы вашей. Секунду, смотрите. Я пытаюсь вам объяснить тот факт, что есть закон про цивильный демократичный контроль над військовой организацией та правоохоронными органами. Я не против. Згідно статичности этого закону, субъектами контроля есть, начиная президент Украины и Верховная Рада, закінчивая гражданами Украины. Граждане Украины у повноваженні сделать контроль над правоохоронными органами. Цивильный контроль. Украины. Граждане Украины. Цивильный контроль. Я не обязан перед вами отчитываться и предоставлять вам будь-что, кроме 18-3. Правильно? Хорошо. Ну по закону. Давайте же по закону. Давайте еще по Конституции. Давайте по Конституции, пожалуйста. У вас с собой дозвола просто нет, его вам не выдали, скорее всего, поэтому вы не показываете. А просто вы языком много трепаете? Нет, просто я вам просто объясняю, я к чему вам веду. Я с вами грубо общаюсь или еще что-то? Да если вы грубо общались, грубо бы и я бы общался. Чего вы начинаете переходить на личность, там языком трепаете? Я начинаю трепаете. Нет, не вы. Ну твой языком трепаете. Знаете почему? Потому что когда вы останавливаете любого водителя, любого, вы являете от начала обрезковиков, и заканчивая, именно мы, патрульные, полицейские Украины, мы за всех полицейских. И выписывают постановление за техническую неисправность, пункт 31. За техническую неисправность сейчас, чтобы выписать постановление, там нужно составлять акт о технической неисправности. Вы знаете, согласно измененному законодательству, постановлению должен прилагаться акт об осмотре транспортного средства. Но вы же не эксперт. Вы же не эксперт. И акт, если внешне, смотрите, если у колеса реально вот такая вот дырка, мне не надо быть экспертом, чтобы написать, что шина является... За что вы говорите? За что вы говорите? Такого вот клапки нету. Так, а может, это новая технология? А может, это технология? Какая технология? Ну, может, новая технология ездить с вот таким отверстием. Контролирующий орган. Отойдите просто, молодой человек. Смотрите, смотрите, какая у нас проблема. Нарушают правила дорожного движения. Нарушают все сделаем. Пройдемте, пожалуйста. Нарушают сейчас все. Сейчас поговорим, все решим. Присажьте, пожалуйста, машину. А то мне придется применить к вам спецсредство. Может, договоримся? Пока нет. Попозже. Присаживайтесь. Может, договоримся. Здравия желаю, всего хорошего. До свидания. Пойдемте, пацаны. Все, я их забрал, чтобы они вас не трогали. Так денег хоть возьми, емкость. Слышь, денег возьми. Патя порешал. Напишите хоть репорт. Это ебать. Так а вот вообще трещина, пацаны. Вы что гоните или что? Все написано. Далее текло. Просто нет времени потягаться. Я тебя отмечу. Ну давай, отмечу, я хорошо перепущу. Ебать, я в строку, блядь. Слушай, ну скажи, где ты форму Эвзо? Какую форму? То у тебя глюкануло. А, глюкануло? Ну конечно. Какая форма? Там мне только что... Роботы имеешь в виду? Рабочая? Мне только что показало, что ко мне сотрудник милиции подошел. А, милиции? Да нету, все, то сон. Ты просни, проснись, проснись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова